This conference will now be recorded. И какой же HR или рекрутер без digital, без цифровых навыков? И сегодня мы получим дополнительную информацию. Но сначала мне бы хотелось уточнить, кто из подключившихся знаком с программой ИСТАВ. Если вы когда-то слышали о ней, работаете в ней или работали раньше, то, пожалуйста, поставьте плюс. Если вы никогда не слышали об этой программе и впервые о ней узнали только из нашего вебинара, поставьте, пожалуйста, минус. Пока я буду с вами знакомиться, вы можете в чате написать плюс и минус, и потом мы подведем итог нашему опросу. В нашем учебном центре 28 лет у нас более миллиона выпускников и более 250 преподавателей-экспертов. Меня зовут Ольга Юрьевна, фамилия Светлышева. И это мои регалии, которые сейчас выходят на экране. Я веду курсы уже более 12 лет в нашем центре. Веду курсы для HR, для директоров по персоналу, для начальников отделов кадров и для других специалистов, которые занимаются подбором и оформлением трудовых отношений. Мои контакты также в презентации. Эту презентацию я выложу вам в личном кабинете, и все, кто зарегистрировался на наш семинар, смогут скачать презентацию и воспользоваться ей при необходимости. Кстати, у нас есть отдельная программа, дипломная программа, которая называется «Рекрутер». Сейчас, начиная с 2016 года, у нас в России появилась новая профессия, уже официально по профессиональным стандартам, называется «Специалист по подбору персонала» или «Рекрутер». Вот, и мы создали специально для тех, кто хочет быть рекрутером полноценным, дипломную программу. Она состоит из девяти курсов, в различных форматах проходит. И мы разработали эту программу на основе профстандарта «Специалист по подбору персонала» и «Рекрутер», утвержденный Министерством труда в 2015 году. Кроме того, хочу вас обрадовать, потому что у нас есть небольшие подарки для участников вебинара. Это замечательный курс, который называется «Практический курс по применению технологии диск в рекрутинге». Это некая система, классификация кандидатов, и изучив эту классификацию, мы можем уже по кандидату определить его дальнейшее поведение. На мой взгляд, это очень интересно. Этот курс стоит около 10 тысяч, но для участников нашего семинара, тех, кто решит оплатить полностью дипломную программу, специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики «Рекрутер», сегодня или завтра вы сможете получить этот курс совершенно бесплатно. Вот такой подарок. Звоните в наши офисы, спрашивайте, обращайтесь к менеджерам, пишите, они вам все расскажут. Я сегодня не одна буду вести наш семинар. Вместе со мной будет представитель компании «Истав», потому что я не так хорошо знаю эту программу, как он знает. И Михаил вам расскажет более подробно об этой программе. Буквально несколько слов о том, как я знакома с этой программой. Дело в том, что наш центр является партнером компании «Истав» уже много лет. Мы делали такой же семинар много лет назад, вот сейчас решили повторить, потому что мы действительно партнерствуем. И очень хорошие отзывы от наших HR-ов. Они с удовольствием используют эту программу в подборе персонала. Очень довольны. И в этом году мы увеличили количество мест. Спасибо компании «Истав», количество рабочих мест увеличили, потому что действительно она очень нам помогает, эта программа. Итак, о чем же мы узнаем на семинаре? Кстати, хочу обратить ваше внимание, что наш семинар будет записан, и запись вы тоже сможете посмотреть. В самом конце будут на слайдах контакты, и там же будет ссылка на YouTube. Либо вы сами можете зайти на YouTube, набрать специалист.тв, и вам выйдут все рекламные вебинары, которые мы записываем. В том числе и этот. Я думаю, что его разместят на YouTube в течение недели, может быть, 10 дней. Поэтому вы сможете его еще раз пересмотреть. Ну и в вашем личном кабинете запись вебинара тоже должна быть после окончания вебинара. Так что можете еще раз внимательно посмотреть, потому что информация будет интересной. Что же мы узнаем сегодня на вебинаре? Мы узнаем о ключевых отличиях программы и став от других программ автоматизации рекрутинга. Потому что мы знаем, что на рынке это не единственная программа, есть и другие. Но в чем же особенность этой программы? Также мы узнаем об основных функциях и новых возможностях эффективного подбора персонала в ИСТАВ и об ознакомительной версии и вариантах приобретения программы. Обо всем этом нам поведает Михаил, представитель компании ИСТАВ. Я ему сейчас передам слово. Вы на экране увидите его экран. Так, сейчас он у меня примет. И услышите его голос. Я на это время пока отключу свой микрофон. Но сначала я бы хотела обратить ваше внимание на... Вот пока Михаил, я вам передала слово, пожалуйста, принимайте. А я хочу посмотреть чат и посмотреть результаты. Вот из отцвечавших я вижу только... Вижу один плюс. Виталий знаком с программой ИСТАВ. И Дарья теоретически знает, практически не использовала. Елена слышала. И Наталья слышала на курсе. Больше остальные минусы у нас идут. Значит, не все знакомы. Ну что ж, это даже здорово, потому что вы сегодня имеете возможность познакомиться с замечательной такой программой. Так, Михаил, готовы? Принимайте. Да. Да, коллеги, всех приветствую. Меня зовут Михаил Ронин. Компания Datax Software. Сегодня, вот как уже сказали, у нас будет такой вот вебинарчик, посвященный программе ИСТАВ. Вот, и у нас, поскольку времени не так много на то, чтобы подробно разобрать, вот, я постараюсь осветить как бы базовые функции, но больше сделаю акцент на новых возможностях, которые у нас сейчас недавно появились. В новой версии, особенно в новой версии программы. Значит, первое, о ключевых отличиях. Чем ИСТАВ отличается, как бы, от других аналогичных программ. Ну, ИСТАВ, он самая старейшая программа и, наверное, можно сказать, сейчас самая популярная на нашем рынке с наибольшей клиентской базой. То есть, у нас уже более где-то 5000 клиентов, что нам дает, как бы, такую максимальную экспертизу на таком рынке. Вот, данная программа обеспечения, его можно использовать и как программу для сотрудника HR отдела, то есть, когда ведется внутренний подбор, так и как такой универсальный инструмент для кадровых агентств. Итак, какие бы, ну, хотелось отметить возможности, которые у других программ либо вообще отсутствуют, либо слабо развиты. Это встраиваемая кнопка для импорта резюме, то есть, такая кнопочка, которая встраивается в браузер. Это может быть интернет-эксплорер, Firefox, Google, Chrome. Также аналогичная кнопочка для импорта, для почтовых программ, Microsoft, Outlook или Lotus. Далее, интеграция и став с наибольшим количеством работных сайтов, в том числе двумя медицинскими сайтами. Есть возможность альтернативного доступа к системе через браузер. Возможность подачи заявки на вакансию руководителям и одобрения отклонения кандидатов через специальный модуль интерфейс руководителя. Дальше интеграции с системами, такими как WebTutor, интеграция с внешними системами тестирования. У нас сейчас уже есть интеграция с такими системами, как MainTest, Proaction, OnTarget, TalentQ, в самой системе WebTutor. Там тоже есть аналогичная система тестирования. Есть возможность интеграции с телефоней, как офисной, так и облачной, с SMS-шлюзами. Модульность системы. Я имею в виду, что мы поставляем систему не сразу со всеми функциями, какие только есть, а даем клиенту возможность выбрать только то, что ему необходимо. Еще есть возможность у нас расширения карточек системы дополнительными полями и справочниками, причем любого типа. Это может быть в виде строки, то есть такое текстовое поле, дата, флажок, поле с ссылкой на какой-то справочник или объект системы. И, наверное, еще возможность добавления некоторых объектов, таких вот основных, как вакансии и кандидатов, по аппаратно-программному интерфейсу, по API-системе. Михаил, я прошу прощения, вот Светлана спрашивает, будет ли видеоэкрана, потому что мы видим пока заставку. Вы планируете что-то нам интересное показать? Да, я сейчас просто... Ага, все, спасибо. Извините, что я вклинилась. А дальше сейчас мы уже будем более детально, непосредственно, разбирать. Значит, какие основные функции и новые возможности программы? Программа может быть в целом как бы в двух вариантах. То есть это дистопная версия, когда мы программу устанавливаем на рабочем месте в виде приложения. Вот, и в нем работаем. Есть также веб-версия. То есть это означает, что мы можем зайти через браузер. То есть вводим тот же самый адрес сервера. Вот, и попадаем уже в веб-интерфейс той же самой системы eStav. То есть работать можно и через негу. Далее. Программа. Вот эта версия совершенно новая. Это версия 5.0. У нее достаточно сильно переизменился интерфейс. По этому интерфейсу тоже несколько слов скажу. Появилась у нас возможность выбора темы оформления. То есть в настройках теперь можно зайти и выбрать цветовые темы. Но сейчас пока у нас только две их. Стандартная и темная. Но в ближайших планах у нас сейчас добавить и еще некоторые варианты расцветовки. С левой стороны программы здесь у нас такое вот дерево с разделами. То есть между которыми тут можно переключаться. И с правой стороны уже видеть соответствующий вот этому выбранному разделу наполнение базы. Вот это дерево разделы теперь раньше оно было жестко фиксировано. Теперь его при необходимости вот маленькой такой вот кнопочкой можно сворачивать. Сами объекты можно заводить теперь единой кнопкой. Вот сюда вот выведено такой плюсик. То есть любую карточку, которая вам потребовалась. Допустим вакансия, либо кандидат, сотрудник, подразделение и так далее. То есть все это можно через эту кнопочку создавать. Также еще какое у нас значительное отличие, которое появилось в новой версии. Был реализован, можно назвать его, как бы такой дифференцированный подход к показу содержимого карточки. Что имеется в виду? Полей в карточках стало много. Вот. И не все из них на практике требуется заполнять. То есть в каждой карточке там может быть по-разному. Но большое количество полей, оно может как бы рассеять внимание пользователя. Поэтому возникла задача разгрузить интерфейс. Так у нас появился режим предварительного просмотра. Вот он как раз по умолчанию включен. Вот. То есть в карточке в этом случае у нас отображают столько ключевая информация и внесенные данные. Вот. А полный набор всех этих полей, вот он появляется теперь только при переходе в режим редактирования. Для этого вот такая вот кнопочка в виде карандаша. Ее нажимаем. Это уже у нас режим редактирования. Отображается весь набор. И мы можем вносить или добавлять какие-то изменения. Вот. Ну, пользователю, если, допустим, ему потребовалось, он такой режим может отключить в настройках. Вот. То есть у меня в этом случае тогда будет, как и в прошлых версиях, при открытии карточек сразу будет открываться в таком вот режиме редактирования. Вот. И для тех, ну, кому такой интерфейс окажется там сильно непривычным, мы оставили возможность возврата внешнего вида, такой, как был в предыдущей версии, версии 4.8. Вот. Сама зона вот этого предварительного просмотра содержимого карточки, ее можно тоже менять. Сейчас вот она, например, включена снизу, но через меню вид предварительного просмотра карточки можно, например, включить справа отображение. Ну, естественно, положение, вот размер можно менять. Вот. Либо вообще может быть отключена. Это для каждого, для каждого списка в отдельности можно регулировать. Теперь пройдемся, ну, по такой типовым процессу подбора программы. Первый раздел, вот, идет орг структура. При использовании кадровой службы здесь можно хранить данные о штатной структуре и сотрудниках компаний. Все это структурные подразделения будут компаний. И карточки вот внутренних сотрудников. При наличии технической интеграции эти данные могут автоматически загружаться из какой-то внешней системы кадрового учета компании. Ну, по практике это часто бывает 1С, БОС, кадровик, САП. Либо, если, например, такая интеграция не планируется, то эти карточки, соответственно, можно и заводить вручную. Команды, вот, структурные подразделения, сотрудник. Здесь также вот есть отдельный подраздел массовый подбор. Он появляется, если ведется такой подбор, и клиент этот модуль приобрел. Вот, то есть в этом разделе можно отдельным таким вот линейным списком видеть список конечных подразделений, в которых ведется данный вид подбора. Вот, эти данные по орг структуре и сотрудникам, они главным образом нам нужны, чтобы в самой вакансии, которую мы добавляем в систему, можно было указать, откуда она у нас поступила, например, там, из какого-то подразделения и от кого. Поэтому нам нужны сотрудники, чтобы можно было указать контактных лиц. Как можно заводить эти вакансии? Ну, первый, самый простой вариант – это ручное. То есть мы нажимаем плюсик «вакансия» и заполняем необходимые поля карточки. То есть подразделения, вот они, контактные лица, типы вакансии. Одиночные, значит, для заказчиков это вакансии. Под ним нужно найти одного человека. Есть вариант на несколько человек. То есть это когда у нас по типовым требованиям нужно какое-то количество найти. Дата открытия и начало поиска. Дата открытия обычно не хранится формальная дата. Начало поиска. Здесь можно указать фактическую дату, когда у нас начался подбор. То есть он мог быть по факту раньше, либо позже этой даты открытия. Основание появления, направление подбора. То есть такие вот информационные поля в карточке, которые некоторые используют для статистики. Ну и в целом для указания какой-то детальности этой карточки. Кроме вот такого поручного заведения, вакансии могут поступать и автоматически в систему. Например, заявки может подавать на подбор заказчик, используя интерфейс руководителя. У нас такой модуль есть. Это означает, что он через браузер входит в свой личный кабинет. И открывается вот этот интерфейс руководителя. Здесь он также с помощью плюсика вызывает команду заявка на вакансию. То есть у него открывается форма для заполнения. Он заполняет здесь необходимые данные. Вот может внести сюда описание вакансии. По нажатию кнопочки отправить. В самом простом варианте эта заявка сразу же уходит в ИСТАВ. А также есть возможность в программе настроить документы оборота. То есть в этом случае тогда заявка сначала уходит согласующим лицам. И только когда они все согласуют ее, в этом случае она уже приходит в ИСТАВ. Приходят они, ну обычно, как правило, в специальный отдельный раздел вакансии новой заявки. Вот наша карточка, которая у нас сформировалась. Ее подал данный заказчик. Рекрутер, он уже открыв эту карточку, переводит, меняет ей статус. Берет статус в работе. Это означает, что он начинает по ней вести подбор. Заказчик, в свою очередь, через этот же интерфейс, он может смотреть ситуацию по своим вакансиям. Кандидатов может видеть, которые в работе по этим позициям, на каком они сейчас этапе. Он может обратную связь давать по ним. Например, если ему на рассмотрение отправили какого-то кандидата. То, может быть, прямо из этого интерфейса отметить, одобрил он его или отклонил, нести сюда свои комментарии. Соответственно, эти данные после нажатия «Отправить», они синхронизируются с базой. Теперь немножко коснемся интернет-модули. Одна из его функций – это публикация вакансий. То есть, вакансии можно размещать непосредственно через программу. Для этого в карточке любой вакансии есть вот такой специальный раздел «Объявления в интернет», в котором можно заполнить все необходимые данные для публикации. Вот здесь есть поле описания вакансий, куда можно внести все обязанности, условия, требования. Вот есть такой вот редактор для того, чтобы можно применять различные элементы форматирования. После заполнения этих данных на вкладочке «Сайты» здесь можно выбрать те работные сайты, на которые вы хотите разместить, скорректировать, если нужно, рубрику и опубликовать ее. Если на каком-то одном сайте, то в его строчке выбираем команду «Разместить». Если хотим за один клик разместить сразу на несколько, то тогда отмечаем их здесь галочками и нажимаем кнопочку «Публикация» «Разместить в интернет». Теперь следующий у нас момент. Нужно наполнять базу кандидатами. Это можно тоже делать различными способами, то есть те кандидаты, с которыми мы уже потом будем работать. Опять же, можно это сделать, используя функцию интернет-модуля, например, загрузить отклики сайтов. Через раздел «Вакансия отклики сайтов» здесь по кнопочке «Загрузить отклики». Можно их подтянуть сюда в программу. В верхней части подгружаются публикации. При выборе публикации здесь можем просмотреть содержимое этих откликов. И то резюме, просмотрев, которое понравилось, мы его уже кнопочкой помещаем в базу. То есть на основании этого отклика формируется карточка кандидата. Вот и мы ее кнопочкой «Сохранить и закрыть» заносим уже в базу. Также с помощью интернет-модуля можно производить активный поиск резюме в интернет. Для этого здесь вот на панели инструментов есть кнопочка. При ее нажатии открывается отдельное окошко, в котором можно задать все необходимые критерии. Ключевые слова, логические условия, область поиска. В нижней части т-карточки галочками отмечаем сайты, на которых будем производить поиск. Указываем глубину поиска. И дальше уже нажимаем кнопочку «Найти». Здесь в верхней части перечисляются те критерии, которые мы задавали. И сайт нам возвращает список найденных резюме. При выборе этого резюме содержимое его подгружается. Но здесь его невозможно просмотреть. И если оно нам подходит, то аналогичная его кнопочка помещена в базу. Но при этом часто бывает так, что поиск мы, как правило, производим под конкретную вакансию. И чтобы потом делать меньше манипуляций, не отбирать его после на вакансию. Эту текущую вакансию можно выбрать заранее. Здесь вверху есть у нас поле «Текущая вакансия». Вот здесь можно выбрать ее. И в этом случае при помещении в базу мы видим, что у нас кандидат уже автоматически сразу же будет отобран на эту позицию. Также можно кандидатов заносить с помощью кнопочки в браузере. Вот так она выглядит. Здесь подсказка «Импорт резюме встав». Ее можно добавить для любого из браузеров. Internet Explorer, ROM или Firefox. Например, вот откроем резюме. Страничка, в данном случае, вот она на HeadHunter. И для того, чтобы занести в базу, после того, как посмотрели резюме понравилось, мы нажимаем вот эту кнопочку импорта. Что есть, хотелось бы отметить. Возможно, вы уже знаете, что HeadHunter ввел новые тарифы доступа к базе, которые могут сделать автоматическое открытие контактов достаточно дорогим. По этой причине мы обновили возможности этой кнопочки в браузере и добавили подсветку количества дубликаторов. Сейчас как раз видим, что на кнопочке отобразилась единичка. То есть этот индикатор показывает, что это резюме уже загружалось раньше в базу ESTAV. И программа это определяет по идентификатору резюме, а не по его контактам. То есть контакты открывать не требуется. И теперь, если мы нажимаем эту кнопочку, чтобы его импортировать, вот программа пытается найти дубликаты до открытия контактов, показывает нам, что да, дубликаты найдены. Вот в этом окошке нам программа сообщает об этом. И по команде «Обновить данные выбранного кандидата» мы можем загрузить с сайта обновленную информацию из резюме. Вот она у нас в приложении добавилась. Но при этом это у нас произошло без открытия контактов. То есть вписание никакого у нас не будет. Вот контакты нам их и не требуется открывать, потому что у нас они и так есть. То есть мы этого комендата раньше уже заносили в базу. Вот. Если же дубликат в базе не нашелся, то контакты соискателей, они на сайте открываются, как обычно, и резюме импортируется. Также возможно импортировать резюме с помощью аналогичной кнопочки из почтовой программы. Сейчас для примера. Допустим, соискатель прислал письмо, приложил туда резюме, возможно, еще какие-то документы. Вот. И если хотим импортировать, то на вкладочке ESTAV нажимаем кнопочку импорта. И программа анализирует его содержимое, показывает нам, из каких фрагментов оно состоит. Это было сделано, чтобы у пользователя была возможность выбора. Может быть, он не все захочет прикреплять. И по нажатию ОК на основании этого резюме из письма формируется карточка кандидата. И в приложение, соответственно, попадает его резюме и тот файлик, который он там приложил еще. Вот здесь также есть еще какие у нас возможности новые. Для случаев, если, например, мы запросили у него, и он прислал нам какую-то дополнительную информацию, какие-то еще, например, сканы, то логично эти полученные файлы прикрепить к его карточке. Тогда при получении этого письма можно воспользоваться кнопкой «Добавить вложенные файлы». В этом случае программа, она по e-mail отправителя сама найдет в базе этого кандидата и откроет нам список этих вложений. Дальше мы отмечаем те, которые хотим прикрепить. И карточка поднимается из базы. В приложении этот файлик он закрепился. Вот, то есть нам остается только сохранить изменения. То есть мы тем самым экономим много времени. Третья кнопочка здесь «Найти въезда». С помощью нее можно произвести поиск. То есть если вы хотите узнать, есть ли у нас такое вообще физическое лицо в базе. То есть программа произведет поиск по e-mail отправителя. И если такое у нас лицо есть, то она откроет его карточку. Вот, для случаев, если в одном письме оказалось несколько резюме, то также их можно импортировать. Вот, ну тут единственная разница в том, что в окне для выбора фрагментов мы включаем галочку «В одно вложение – один кандидат». В этом случае у нас выделяются только те вложения, где есть резюме. И по нажатию «Ок» формируются карточки. Значит, какие еще есть варианты? Ну, возможно, вручную, например, если в электронном виде нет резюме, завести карточку и заполнить имеющуюся информацию. Для тех сотрудников, которые, например, ведут массовый подбор, много принимают звонков, в модуле «Массовый подбор» у нас добавлен такой вот раздел «Колл-центр». Вот, то есть это специальный интерфейс, который по нажатию кнопочки содержит упрощенную форму для ввода данных о кандидате с возможностью завершить вот этот ввод одним из типовых действий. Чаще всего это, как правило, запись на групповое интервью. При необходимости возможно интеграция ИСТАВ с программным телефоном, используемую вот в этом «Колл-центре», с тем, чтобы при входящем звонке кандидата запускался уже, поиск кандидата запускался автоматически, и программа нам об этом индицировала. Сейчас покажу пример. Такой вот, я снимал скриншотик. То есть при поступлении звонка поднимается вот такое окошко, и если у нас такой кандидат в базе есть, то будет видна ссылочка на него, можно будет одним кликом сразу перейти и вести уже с этим кандидатом предметный разговор. Если же он не определился, то тогда здесь вот есть кнопочки, с помощью которых можно сразу же создать карточку кандидата либо контактного лица. Если такой как бы интеграции нет, то есть еще один вариант, это использование мобильного приложения. У нас есть мобильное приложение «Естаб», «Коллер-айди». Попробую скриншотиками тоже показать, что он из себя представляет. То есть эта программа, она может быть установлена на телефон, на базе Android, либо на iPhone, например. И при поступлении звонка будет происходить определение звонящего абонента по вашей базе. То есть это позволит сразу идентифицировать, кто нам звонит, и тут же в базе открыть его карточку. Ну и также здесь есть при этом возможности занести вот этого абонента уже в базу «Естаб», либо поискать его по номеру телефона и журнала вызовет. Вот все наши занесенные кандидаты, они попадают в этот соответствующий раздел. Немножко теперь посмотрим поподробнее работу с этими кандидатами, что мы можем здесь производить. Ну, первое, наверное, что хотелось бы отметить, это вестав реализованный механизм, позволяющий автоматизировать процедуру получения согласия на обработку персональных данных. Вот для этого в карточке кандидата, здесь мы разделим «Допс-сведения», можно нажать кнопочку «Запросить». Вот по этой кнопочке кандидату на электронную почту уходит письмо, содержащее ссылку на веб-страницу, на которое он уже как бы может подтвердить свое согласие. Вот пример вот такого письма вот приходит. Кандидат переходит по ссылочке, открывается текст, и он по кнопочке вот отправляет согласие. Причем эта страница, она может располагаться как на собственном сервере e-stab, либо, если, например, в соображении безопасности такой вариант там в компании подходит, она может располагаться и на нашем истиннике. И, кстати, в этом случае возможна реализация как бы сразу нескольких мультистрановых, скажем так, и мультиязычных форм, когда кандидат получает вот такую ссылку с согласием, но он получает ее именно для требуемой страны, вот с возможностью как бы просмотра этого текста согласия на нескольких языках. Вот, то есть после подтверждения согласия оно уже приходит автоматически в саму базу, то есть здесь фиксируется, что получено согласие и дата-время, когда оно было сделано. Вот, в зависимости от настройок такой запрос не только вручную может отправляться, но и автоматически, то есть, например, при появлении нового кандидата в базе или при наступлении какого-то определенного события. В части занесения дополнительной информации, если, например, в процессе взаимодействия с кандидатом удалось узнать адрес его персональной страницы с Facebook или там, например, LinkedIn, то теперь это можно вот с помощью плюсика внести. Допустим, вот у нас есть ссылочка, мы ее скопировали и вызываем команду добавить адрес персональной страницы. Вот эта ссылочка сразу же из буфера подставляется и в карточке она вот появляется в виде кнопочки, не индицируется. То есть это очень удобно, то есть когда потребовалось, можете любую из таких ссылок, их можно несколько таких сделать на разные ресурсы. То есть одним кликом вы сразу же будете попадать на эту страничку. Так, по действиям, значит, какие мы можем производить действия в карточке кандидата. Есть кнопочка, вот с помощью которой мы, нажав, можем фиксировать историю работы с кандидатом. Этот списочек, он по сравнению с предыдущей версией, уже расширился. Например, у нас появилась вот кнопочка «Первый звонок». То есть когда мы начинаем взаимодействовать с кандидатом, звоним ему, узнать там, интересуется ли он данной вакансией, находится ли он в поиске. То есть сразу же можно отметить дальнейшие этапы. Например, обговорили с ним сразу же интервью. Ставим эту галочку через календарик. Выбираем дату и время, которое мы с ним обговорили. И дальше программа предлагает отправлять уведомления, чтобы он знал, куда ехать, не забыл об этом. Эти уведомления могут быть настроены самые различные. Может быть, по e-mail. То есть у нас по шаблону формируется письмо с подтверждением этой даты и времени. В случае наличия интеграции с SMS-шлюзом, можно отправить ему SMS. Также у нас еще появилась возможность отправлять сообщение в WhatsApp. То есть интеграция с мессенджером. То есть в этом случае у нас предварительно открывается окошко с подготовленным текстом. Дальше по нажатию ОК этот текст сразу же передается в WhatsApp. Это может быть приложение дистопное либо веб-версия. То есть вам остается уже только нажать кнопочку Отправить. Также из дополнительных возможностей у нас еще появился сервис видеоинтервью. То есть с помощью этого действия можем попросить кандидата заполнить какой-то самостоятельно настроенный опросный лист или записать видеоинтервью. То есть для кандидата вот готовится вот такое письмо ему отправляем с ссылочкой. Вот и кандидат, получившую уже переходит к этому опросному листу и заполняет эти настроенные вопросы дает на них там какие-то вот ответы. При необходимости, если включена возможность там записи он записывает какое-то видео и после того, как он уже закончит его прохождение мы можем в системе просмотреть результаты. Далее в стандартном такой процессе подбора следующим этапом это идет резюме у заказчика отправляем ему на рассмотрение по электронной почте. Одобренный кандидат дальше для него уже планируется интервью заказчиком то есть рекрутер выступает в роли организатора и планирует интервью для данного заказчика. Также через календарик выбираем дату и время вот открывается в случае интеграции с календарем карточка собрания вот и мы отправляем нашему заказчику согласовываем с ним эту дату и время. Ну и кандидату соответственно тоже уведомление предлагается по электронной почте. Кандидат, который у нас прошел все эти этапы он становится финальным это отмечается с помощью действия оффер. Дальше в зависимости как бы от принятого процесса в компании могут быть еще какие-то этапы например вот проверка служеб безопасности этап оформления ну и как результат он у нас принимается кандидат на работу в этот момент предлагается указать дату его выхода продолжительность испытательного срока и наша вакансия закрывается. Вот при закрытии проверяется не была ли она опубликована если это так то предлагается снять ее с размещения. Вот с этого момента когда у нас кандидат был принят на работу то программа уже начнет отслеживать дату окончания испытательного срока вот этот механизм у нас тоже по сравнению с предыдущими версиями был переделан вот то есть теперь у нас в программе при входе за 5 рабочих дней когда у нас остается интервал за 5 рабочих дней до окончания испытательного срока у рекрутера появляется вот такое уведомление вот из которого он может уже провалиться карточку кандидата и сформируется письмо для заказчиков с напоминанием что испытательный срок заканчивается и просьба заполнить информацию вот если они сообщили что он например кандидат уволился то также это фиксируем с помощью действия и в программе теперь появилась возможность указать при этом основание увольнения и причины чтобы потом уже провести какую-то аналитику то есть сделан был для этого еще специальный отчет также что еще можно отметить в карточке у нас появилась возможность хранения переписки рекрутера с кандидатами есть теперь специальный вот раздел где можно просмотреть входящие и сходящие письма то есть программа автоматически будет просматривать почтовый ящик подгружать в плане органайзера рекрутера у нас есть как правило раздел календарь в котором можно видеть когда на какое время запланированы у нас события есть раздел задачи который позволяет обличить формирование плана работы с кандидатами то есть сюда отфильтровываются кандидаты по которым необходимо принять решение программа отслеживает в каком они статусе и насколько зависли в таком своем роде сереем тоже есть программе то есть можно здесь заводить карточки вести учет контрагентов с которыми вы работаете например какие-то кадровые агентства внешние такие вот источники поступления комбинатов и также можно вести учет затрат то есть вести учет договоров заводить сами карточки затрат и квартальных бюджетов то есть такую финансовую участь ну и аналитика в разделе статистика количество отчетов примерно раза в два увеличилось в программе вот их стало теперь больше ну к сожалению у нас время не позволяет их разобрать для примера например вот сейчас построим воронка подбора вот любой из отчетов можно выгружать в Excel а также у нас во многих отчетах появилась возможность построения детализации статистики вот и построения диаграмм то есть на вкладочке диаграмм можно галочками выводить параметры которые у нас пойдут в эту диаграмму и с помощью команды открыть диаграмму в браузере уже посмотреть ее в более таком крупном масштабе проанализировать так теперь по последнему вопросу нашему по знакомительной версии и вариантах приобретения на сайте у нас на вкладочке здесь вот есть кнопочка получить демо-версию здесь можно скачать ее вот причем на разных языках интерфейса по функциональной возможности эта демо-версия не имеет ограничений единственное в ней там можно завести не больше пяти вакансий и пятидесяти кандидатов ну и есть ограничения там по интернет-моду и сама программа может быть приобретена в различных вариациях по количеству пользователей то есть это может быть однопользовательская может быть сетевая то есть сетевая это когда более двух рабочих два или более по по модели распространения это может быть как бы по модели on-premise то есть когда система разворачивается и запускается на компьютерах самой организации которая ее используется а также у нас есть возможность поставки и по модели SaaS то есть программа обеспечения как сервис это облачный такой аутсорсинг то есть когда система разворачивается у нас на хостинге а доступ к ней осуществляется через интернет через клиентский модуль то есть такое же вот рабочее место либо через браузер вот такая модель поставки она интересна многим клиентам поскольку позволяет существенно сократить затраты на эти услуги ну и по самой комплектации также можно выделить вариации то есть поставка может быть только базовом модуле вот а может дополнительно быть подключены к ней дополнительный вот расширяющий ее функционал интернет модуль массовый подбор интерфейса руководителя вот и ну что еще хотелось бы отметить что ну в целом данный обзор программы этим вебинаром у нас не ограничится мы открыли фейсбук страницу и телеграм канал посвященный системе листов вот об этом мы в ближайшее время известим также и наших клиентов просылкой в электронной почте вот если какие-то у вас останутся вопросы которые мы не успеем разобрать то можете обратиться к нам сейчас я контакты в чат отправлю чтобы у вас была эта информация да спасибо большое Михаил мы уже наше время истекло я вижу что слушатели нас покидают потому что видим планировали до 45 минут мы приносим свои извинения но на мой взгляд ту информацию которую Михаил нам предоставил она очень интересна кроме того у нас есть вопросы я вижу да Михаил мы готовы ответить да на вопросы да конечно я пока тогда не забираю вас право введения презентации может быть вам что-нибудь нужно будет показать вот Елена спрашивает есть ли возможность найти резюме кандидата по номеру телефона ручной ввод в базовом модуле в неполном модуле ну вы поняли да о чем не важно здесь это функция как бы просто базового модуля то есть номер номер телефона просто вводится в поле поиск по тексту вот и программа будет его находить то есть такая возможность есть да да конечно поиск есть по номеру здорово вот Елена пишет что не работает просто Елена а вы являетесь видимо клиентом да программы и став если я правильно поняла ну да вот Михаил можете что-то порекомендовать ну я порекомендую можете обратиться к нам в техподдержку мы посмотрим то есть если здесь единственная причина почему может вообще не только телефон а что-то не искаться либо искаться частично это возможно там какие-то проблемы с индексами которые просто нужно перестроить и тогда поиск должен восстановиться его работоспособность да спасибо напишите нам мы разберемся с этой проблемой да Елена тоже вас благодарит спасибо большое Михаил тогда я забираю право ведения презентации с вашего позволения да сейчас я восстановлю и мы будем заканчивать значит коллеги запись нашего вебинара велась обратите внимание в вашем личном кабинете давайте я вам сейчас покажу я разместила так значит личный кабинет я вам сейчас покажу я разместила презентацию поэтому вот эти ссылки у вас будут если какие-то вопросы остались пожалуйста задавайте мы обязательно ответим Михаил и я ответим вот а я хочу напомнить что у нас еще планируется различные бесплатные вебинары например вот один из ближайших бесплатных вебинаров который я буду вести называется пять факторов которые мотивируют команду проекта он состоится он состоится у нас 12 октября вечером в 17.30 и через неделю после этого вебинара будет еще один вебинар который называется пять рекомендаций для проведения топ интервью он состоится 17 октября 2020 года в 18.30 всю подробную информацию вы сможете узнать у наших менеджеров или в рассылке которую вам присылают и контакты мои контакты значит Михаил скинул вам свои контакты да вот Михаил а я не вижу я не вижу ваших контактов в чате или вы не скидывали еще повторите пожалуйста Елена пишет что уже записалась ну замечательно Елена буду рада вас видеть на других наших вебинарах мои контакты сейчас на экране и будут также презентации поэтому мы вас благодарим за внимание за внимание к нашему центру к программе ИСТАВ и я надеюсь что эта программа облегчит вам работу и поможет всем большое спасибо до новых встреч Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok